Всем привет, ребята! С вами Злой Элвис. А вы знаете, что высоковольтные модули с Алиэкспресс бывают разными? В руках у меня два разных модуля, из которых я сделаю шокер, с двумя режимами работы. В чём же различие этих модулей? Большой модуль справа состоит из трёх компонентов. Первый – это преобразователь низкого постоянного напряжения в переменное напряжение высокой частоты. Второй – это повышающий высокочастотный трансформатор. И третий – это умножитель напряжения из конденсаторов. Чаще всего в таких модулях выходит из строя как раз-таки умножитель напряжения. Все эти компоненты размещены в пластиковом корпусе и залиты диэлектрическим компаундом. Такой модуль, по заверению китайцев, может выдавать до 400 тысяч вольт. Естественно, китайских вольт. Модуль работает очень громко. Разряды происходят отдельными вспышками по мере заряда конденсаторов в умножителе напряжения. И второй модуль слева. В нём также есть преобразователь напряжения и высокочастотный трансформатор, но отсутствует умножитель напряжения. Заявленное напряжение – 20 тысяч вольт. Из-за отсутствия умножителя модуль выдает непрерывную искру, а точнее дугу, которая обладает намного больше силой тока и очень высокой температурой, при этом работая бесшумно. Чуть позже вы увидите их в работе. Ссылки на эти модули я оставлю в описании. Итак, для постройки двухрежимного шокера, кроме этих модулей, нам необходим, конечно же, аккумулятор. Возьму старый от ноутбука, его не жалко. Ну и плата зарядки. А также два микропереключателя. Один для включения, второй для смены режима работы. Теперь все эти компоненты нужно собрать в какой-нибудь корпус. Я сделаю его на 3D-принтере, но сначала нам нужно спроектировать его, чтобы максимально компакто вместить все компоненты. Корпус будет примитивный. Сначала делаем простейшую коробочку. В нижней части делаю прорезь для разъёма microUSB, через который будет заряжаться аккумулятор. По углам делаю четыре выступа. Стойки, в которые будут вкручиваться винты, фиксирующие крышку. В передней части корпуса делаю два выступа, в которых будет размещаться четыре выходных контакта шокера. Два отверстия сбоку для микропереключателей. Один для включения, второй для смены режима. В качестве контактов я сначала хотел использовать винты М3, но потом решил взять что-то потоньше, поэтому отверстия здесь такие маленькие. А так будет выглядеть плата зарядки в корпусе. Закрываем корпус крышкой и всё готово. Для лучшей фиксации корпус и крышка имеют ступенчатые выступы по краям, которые плотно заходят друг в друга. Причём на крышке я сделал небольшие зазоры, без них крышка вставлялась очень туго. Вообще, это уже вторая версия корпуса. Первую версию пришлось переделывать, чуть позже расскажу почему. Времени на украшательство не остаётся, поэтому печатаем так. Корпус печатался очень долго. Более четырёх часов. В процессе печати и сопло слегка забивалось, поэтому видны небольшие дефекты, например тут. Но это не страшно, перепечатывать я его уже не буду, ведь это уже вторая печать. И сначально я распечатал более компактный корпус для более компактного прямоугольного высоковольтного модуля. Этот модуль вышел из строя через несколько включений, поэтому вот такие модули я не рекомендую их покупки. С большой долей вероятности в нём пробило умножитель напряжения, и сейчас мы его разберём и посмотрим, можно ли отключить умножитель и использовать его в режиме с более низким выходным напряжением. Да, с этим модулем и аккумуляторами от Nokia Shocker получился бы значительно компактнее, но не судьба. При включении он лишь слегка пищит, но не работает. Разрезаю корпус с помощью самодельной дрели, сделанной из советского мотора ДПР. Ссылка на видео на экране и в описании. Пластиковый корпус легко отслаивается от компаунда. Теперь самое сложное. Нужно откусить умножитель, который располагается на выходе модуля, при этом не повредив преобразователь и трансформатор. Эти алюминиевые цилиндры и есть конденсаторы в умножителе напряжения. Отрезаем дальше и получаем модуль без умножителя напряжения. Осталось только найти провода. Они торчат из компаунда. Давайте проверим, работает ли модуль. Всё работает. Теперь этот модуль можно применить, например, в компактной электрической зажигалке. Если вам такое интересно, пишите в комментариях, я сделаю такое видео. Вторую часть модуля с конденсаторами можно лишь выкинуть, применить её некуда, учитывая, что она неисправна и внутри имеется замыкание. Мы немного отвлеклись, продолжаем делать шокер. Плату зарядки проще всего зафиксировать на двухсторонний скотч. Конечно, можно было лучше продумать корпус, но мне лень. Теперь слегка зачищаю контакты и припаиваю провода от платы зарядки к аккумулятору. Теперь нужно подключить выключатели. Выглядит это так. Плюсовой вывод с аккумулятора подключается сначала через обычный выключатель. По сути, это обычная кнопка включения. Затем, с этого выключателя провод идёт на двухпозиционный микропереключатель и подключается к его среднему контакту. К двум крайним будут подключаться два высоковольтных модуля. И в зависимости от положения микропереключателя работать будет только один выбранный модуль. Также в нём есть среднее положение, при котором не будет работать ни один из модулей. Это можно назвать режимом блокировки или предохранителем. Минусовые контакты питания двух модулей соединяем вместе и подключаем напрямую к минусу аккумулятора. Термоусадка – признак профессионализма и качества работы. Нет. Плюсовые контакты питания модулей припаиваю к переключателю режимов. Контакты для шокера я сделаю из обычной скрепки. Для облегчения последующей пайки зачищу их алмазным диском. Теперь необходимо их аккуратно вплавить в корпус. Теперь к торчащим концам скрепки. Для закрепок припаиваем выходные провода высоковольтных модулей. На всякий случай наклею на аккумулятор каптоновый скотч, чтобы ничего не замкнуло. Далее идут длительные попытки запихнуть всё это в корпус. Это всё я решил вырезать. И вот что получилось. Даже осталось немного места. Закрываем крышкой и скручиваем винтами. Шокер готов. Давайте проверим его. Выставляю первый режим, в котором используется модуль с умножителем напряжения. ГЛОЗА! Всё отлично работает. Теперь поставим второй режим. Этот модуль работает практически бесшумно. Ещё раз первый режим. Камера очень плохо фиксирует искру. Второй режим. Для чего же вообще два режима. Первый режим боевой, используется для самообороны или например для отпугивания собак. Но в этом режиме невозможно поджечь бумагу. Разряды очень кратковременные и силы тока не хватает для нагрева. Зато такие искры легко проходят через одежду. Второй режим может использоваться как зажигалка. Несмотря на то, что дуга очень тихая и с виду безобидная, она отлично поджигает любые материалы. Возможно у вас встаёт вопрос. Зачем я вообще сделал этот шокер? Напишите в комментариях, в каких ещё целях можно использовать это устройство. Например, у меня возникла идея встроить в корпус разъём USB, которым можно моментально уничтожать флешки. Естественно в научных и образовательных целях. А что думаете вы? Если вам нравятся подобные видео, не забывайте подписываться на канал и ставить лайк. А я благодарю за просмотр. Всем пока.